Вышли с Оливером на прогулку, а там светик на балконе. У Адели она остановилась, Саша. Ю-ху! В общем, такое доброе утро. Сейчас уже будет хоба. Тут так спокойно, сейчас 7.45, по-моему, уже. Хома в 9, 8, Санкальпа. Санкальпа – это намерение заложить, это кто оплачивает, чтобы заложить намерение. Такая-то спальва у нас, спальва. Вот. Я сегодня встала пораньше и чувствую себя лучше значительно. Причем услула, я все равно опять поздно. Где-то без 15.12. То есть не намного раньше, чем в предыдущие дни. Но в любом случае ранний подъем – ощущение совсем другое. Вот. В который раз, подтверждаю, я постоянно экспериментирую со сном, с количеством сна, с подъемами и так далее. Вот в который раз убеждаюсь, что именно ранний подъем очень важен. Конечно, хорошо бы поспать хотя бы часов в шесть. Ну, не сильно, да? Но вот до шести вставать – это прям хорошо. Либо в шесть максимум. Еще мы идем на паргулку. Так, приехала. Привет. Пошарам. Блин, я стрессую постоянно. Нету, нету для парковок. Везде ноу-паркинг. Там сейчас парковала, на меня наехали. Паркуйся. Глунди, хотя я не на дороге. Ну, просто на вораторе, конечно, сейчас очень много вот этих всех правил и так далее, регуляций. Глунди, хотя я не на дороге. Глунди, хотя я не на дороге. Жanh Выходим в парки. Выходим в зало. Здесь vastos реки людей. Тысячи людей складываются. Боже, там несколько часов просидела, в туалет хотела, сейчас сходила так хорошо, жизнь прекрасна, все наладилось, сейчас еще Нессера позвонила, они тут сейчас внутри мешали, только народу, просто не присоединились. Привет, как дела? Как дела? Хорошо. Я звезда. Я звезда. Я звезда. Все звезды. Все звезды. Человек хороший, ты я звезда. Все, с ребятками попрощалась, иду на обед, потому что я очень голодная на самом деле, я утром поела только папайи немного и все, потому что нужно было на холл убежать, я и так опаздываю. Честно говоря, поэтому довольно такое место не слишком удачное, что уже почти весь зал был полен. Вот. И сейчас иду в столовку, вот такие, раздают всякие интересности про ашрам, там, и еще что-то, продукции. Вот. Сейчас. Надеюсь, меня пустят. Вчера у охранника был вопрос по поводу моего паса, поэтому я надеюсь, все вопросов не будет. В общем, иду по улочке, впереди, справа будет тортик. Так мы называем Вишилакшамантап, медитационный зал. Здесь вопросы можно задавать в инфо-центр. Вот сидят, помогают людям. Птички поют, аллея из цветочков, и вот там тортик. Вишилакшамантап, красивый. Там несколько залов. Внизу ground floor. Самый большой такой медитационный зал. Там много курсов всегда проходит. Вот. Выше тоже еще залы поменьше. Здесь амфитеатр. Выше как-то вам показывали. Красота. Вот там раньше был секретариат. А сейчас секретариат с той стороне. Я вам показывала уже, когда за пропуском ходила. Вот там наверх по тропинке. А тут сейчас можно, вот в этом месте, просто можно прийти, помедитировать, либо к сканеру записаться. Просто сканеры это те, кто... Так, сейчас расскажу. Сканеры это те, кто... Калагьяна их все называют. Они могут видеть будущее, ответить на вопросы. То есть если где-то застраяли, не знаете, как что. Можно к сканеру пойти, задать все свои вопросы, получить ответы и сделать какой-то донейшн. Так это работает. Так, я в столовой все нормально, меня пропустили без проблем. То есть можно будет ходить все еды. И здесь вот во все стороны, вот так в красивых посудах накладывают волонтеры. То есть это те же учителя искусства жизни, они раздают еду. Так, ну что, вот такой вот я набрала. У меня наборчик. Здесь овощи вкусные. Чуть-чуть рисика, кичери. Здесь два вида салата. Здесь тоже что-то вроде салата с кефиром. Вот здесь соус из бобов, а это сладенькое. Ну и там чапати еще. Такая штука. Слюнки, если честно. Приятного вам аппетита и приятного вам сегодня. Так письма пообедала. Вообще великолепно. Я, кстати, вспомнила, что сегодня... Здрасте. Здрасте. Я вспомнила, что сегодня день рождения моего папы. А если бы он был жив, то сегодня, 8 октября, ему было бы 78 лет. Вот он 1946 года рожден и был. Вот. 8 октября. И сегодня начало хом. 4 хома уже было. Новограха от дурного влияния планет, так скажем. Потом гонопатия, устранение всех привязаний. Это ганеша. Субрамания, я не помню, что это, честно скажу. И еще что-то. А, лакшми. Махалакшми. Это для процветания. Так что сегодня такой интересный день. Вспоминаю отца немножко. Ну так, не сильно. Потому что, в принципе, его уже нет 22 года. И за это время столько всего произошло. Столько, как будто бы жизни уже прожито. Как-то так. Какие-то люди после обеда отдыхают. Просто тут в тенечке. Дорожка мне прям нравится она. Такая новенькая, хорошенькая. Приятная. О, мой байк стоит одинок. Там еще байки. Когда дорогу уже доделают. Хотелось бы, конечно. Боже, он весь в пыли. Ничего. Я сегодня решила с Оливером пораньше выйти. Потому что, если я поздно приезжаю, он, конечно же, плачет. В общем, что меня нету. Он хочет выйти. Оля, пойдем. Все, что случилось. Вот. Поэтому, сейчас его выгуливаю. Быстренько, чем-нибудь какой-нибудь чаечек попью с чем-нибудь. И поеду. Хочется пораньше поехать. Занять хорошенькое местечко. Никуда не торопиться. Посмотреть представление. Вот. И сегодня еще встреча гурджи с международными, ну, с иностранцами. Вот я не знаю. Это только участники курса или мне тоже можно будет попасть сразу после сатсанга. Если мне можно, будет прекрасно. Если нет, ну, я тоже не сильно расстроюсь. Почему? Потому что все-таки реально люди приезжают издалека. и они, ну, не видят, как я раньше, да, годами гурджи. Вот. И вот так вот приезжают, хоть поедаться с ним поближе. А я вот до вылета своего видела с ним очень близко. 12 сентября. 9 сентября он мне на мой день рождения гирлянды дарил. Вот. На рыберпуджу я ходила. Ну, то есть, у меня есть вот это понимание, что я, конечно, всегда хочу его видеть близко. Потому что, ну, вот кто не знает, да, кто такой Шерешнирова Вишенкар, кого я называю гурджи. Это просветленный мастер, это святой, как ныне живущий на планете. То есть, не те, которые уже оставили тело, а он сейчас живет. И его присутствие, оно очень, конечно, притягательное. То есть, у него столько любви и принятия. Ну, это так неописуемо, конечно. И он, ну, он реально всему человеку помогает. То есть, он войну в Колумбии помог завершить. Он, в принципе, не насилие доносил три дня и правительству, и ФАРК. И, в общем, завершилась эта война. Это он нам рассказывал, когда я ТТС ассистировала в Санкт-Петербурге в 2015 году. Он как раз оттуда прилетел к нам, рассказывал. Ну, то есть, конечно, мне всегда тоже хочется встретиться с ним и так далее. Но я понимаю, что вот прям драться за возможность там пройти внутрь. Ну, не то, что драться, да, воевать, как-то отстаивать. Я, конечно, не буду. Немножко там, если надо, придется. Но я думаю, что просто запустят. Вот такие новости на данный момент. Решила сделать решикиш-салат. Это кёрт, бананы. Ну, какие-нибудь фрукты можно туда класть. И мюсли. И все. И чуть-чуть джаггери я добавила, чтобы послаще было. Тут такое скрипится. Смотрите, кого тут увидел Нессера в Саре. Смотрите, какая красота. Там Карен решает дела. Потому что Нессера утром тоже была в Саре. Нессера перевела, что там все дали. В общем, в том, что утром тоже была в Саре, а потом, говорит, я пошла, чувствовала себя как... Нашла Нине хорошее место. Заодно я сама сюда села поближе. А вот Нессера с Кареном сидят. А это помогали русские. В общем, рада, что я сюда пришла. Он меня спросил, там, на парфоне. Ну, типа карпы. Я показала, типа, в рюкзаке. Ты не видишь, да? Я подогнал, прощай. Вот, что ты? Ихехе. 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 Грассей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok